привет всем гостям и подписчикам сегодня на канале обзор очень интересного недорогого смартфона zopo zp 700 кодовое название модели copy это смартфон выпущенный 2013 году в самом конце установлена на него система android 4.2.2 диагональ экрана 4,7 разрешение невысокое 960 на 540 точек но матрица отличная стоит и ps процессор новый mtk 6582 отличается он от 6589 тем что графика здесь встроена мали mb4 графика выдает больше результат в тестах вообще телефон во всех тестах обгоняет mtk 6589 и даже турбированный mtk 6589 t частота процессора в данном устройстве составляет 1,3 гигагерца каждое ядро ядра 4 оперативной памяти 1 гигабайт собран смартфон отлично стекло у него закаленное сзади интересное под кевлар покрытие ну точнее рисунок на пластике камера 8 мегапиксельные возможности меня поразили я вам покажу сзади логотип также компании вспышка светодиодная двойная кстати отверстие динамика слева ничего нет справа справа кнопка включения удачно низко расположена и качелька громкости сверху разъем для наушников снизу микрофон и подключение к юсб к сожалению смартфон покрыт пленкой защитной и сверху еще транспортировочные снятия и не могу так как смартфон не предоставлен магазином на тестирование матрицы и ps с отличными углами обзором пикселизацию значков покажу разрешение крана 960 на 540 в принципе зерно есть это вам не full hd но и цена соответствует так углы обзора это снизу конечно не от и g но углы отличные никакой инверсии или потемнение нету хотя и ps явно не из самых дорогих цветопередача цветопередача хорошая камера конечно не передаст этого но примерно ознакомиться можно в принципе играя с акселерометром никаких проблем как не крутите аппарат будет вам все прекрасно видно в любом ракурсе по диагоналям экраны сильнее тусклеет но это все из-за того что модель очень бюджетная в районе 6000 в россии 140 долларов стоит она в китае с доставкой причем все работает очень быстро плавно установлена оболочка от зопа немножко изменены настройки цвета в настройках белые сделано белый с голубым в брендовом стиле в принципе все стандартно в настройках абсолютно так же как во всех устройствах на этой платформе android 4.2 зайдем посмотрим о модели zp 700 android 4.2 2 смартфоне предустановлены все гугловские сервисы маркет карты голосовой поиск все работает прошивка отлично вылизано никаких глюков да если двумя пальцами сдвинуть попадаем в быстрые настройки в устройстве полный фарш технологии wi-fi bluetooth gps 3g 8 мегапиксельная камера камеры фронтальная обладает разрешением 2 мегапикселя задняя камера также умеет снимать full hd видео с частотой 30 кадров в секунду очень приличного качества две сим-карты устройства имеет посмотрим внутрь откроем внутри видно батарейку на 1750 миллиампер часов под ней устанавливаются две сим-карты как видите китайцы перестали обозначать wcdma карту отдельно так как у всех современных моделей можно в настройках выставлять какая сим-карта будет 3g формат получать интернет так здесь уже и помечено wcdma на обоих картах так как программно можно переключиться сюда устанавливается micro sd карточка здесь можно видеть номер модели больше ничего интересного тут нет крышка достаточно тонкая гибкая есть такой небольшой минус иногда поскрипывает хотя возможно это потому что моделька совсем новая вот сейчас уже практически ничего не скрипит пройдемся по характеристикам итак процессор mediatek мтк 6582 с частотой 1 и 3 гигагерца оперативной памяти 1 гигабайт встроенной памяти 4 гигабайта из которых пользователю доступно 2 и 7 поддерживает телефон 2g 3g bluetooth wi-fi bgn стандарта также есть gps поддержка двух sim-карт радио модуль 1 размер экрана 4,7 дюйма разрешение 540 на 960 точек тип матрицы и ps видео ускоритель мали 400 мп камера сзади 8 мегапикселей автофокус есть есть вспышка светодиодная достаточно мощная также работает как фонарик передняя камера 2 мегапикселя динамик монофонический сзади 1 также есть fm-радио из сенсоров присутствует гравитационный сенсор g-сенсор датчик освещенности датчик приближения экран емкостный на 5 точек касаний кнопки подсвечиваются правда очень слабо видно только в темноте что в принципе логично устройство имеет очень компактные размеры для сравнения мой предыдущий аппарат 5,3 дюйма 200 граммов весом камера не передает но в руке это просто монстр какой-то по сравнению с этим маленьким легеньким очень удобным смартфоном вес устройства 148 грамм размеры устройства составляют 136 67 толщиной около восемь с половиной миллиметров посмотрим тесты скорость Wi-Fi не ограничивает ли встроенный модуль Wi-Fi с Ростелекомом связь порядка 60 мегабит бывает ограничения аппарат никаких не создает ну к примеру вот мой старый смартфон с Ростелекомом тем же самым сервером показывает вот такие результаты посмотрим качество приема Wi-Fi как обычно я показываю это в метре от роутера отличное качество приема и сейчас покажу скриншот из удаленного также этот Zopa ZP700 удивил батарейкой за ночь потрачено всего лишь 2% аккумулятора то есть спящий режим уходит Deep Sleep отлично работает как надо также я протестировал смартфон в Antutu X Benchmark и в Antutu Benchmark результаты 17400 и 17133 результаты близки Antutu сам по себе плавает частенько так что можно считать что это погрешность суть в том что результаты почти совпадают значит никаких махинаций со стороны производителя для оптимизации к бенчмаркам не сделано пройдемся по тестам поподробней NanoMark набирает 56,8 fps GPS сейчас я покажу вам пару скриншотов за минуту поймал аппарат несколько спутников а где-то на второй 2.20 он уже поймал сейчас я покажу вам скриншот и вы увидите что в принципе более 30 баллов несколько спутников отлично позиционируются быстро и качественно Epic Citadel итак результат Epic Citadel Benchmark бенчмарка 51,7 fps еще один тест квадрант так результат бенчмарка 5936 сенсор лист так акселерометр трехосевой вполне чувствительный магнитометр вполне ориентация зачет яркость зачет яркость работает proximity приближение датчик работает батарейка Wi-Fi микрофонный уровень раз раз работает оболочка своя немножко видоизмененные значки но особо разницы большой нет темы он поддерживает темы мне не нравится в этом смартфоне некоторые вещи вот настройки теперь темные это гораздо удобнее звонилка звонилка вот такая светлая звук 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 звук